Сегодня мы продолжаем послание к евреям. Мы в 11 главе сейчас. И сегодня остановимся на одном персонаже, одной личности в 11 главе, в этой галерее славы и веры, как обычно называют эту главу, или все это великое облако свидетелей. Здесь в 5 стихе, 11 главе, написано о Енохе. Так 5 стих 11 главы, послание к евреям. Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получило свидетельство, что угодил Богу. Итак, кто такой этот Енох? У нас записано о нем немного, всего несколько стихов, в совокупности меньше 10 стихов, наверное, во всей Библии. В 5 главе книги Бытия мы видим описание о нем, очень краткое, но емкое. Он появляется в 18 стихе, перечисление родословия Адама. В частности, это не просто родословие Адама, а его родословие от Сифа до Ноя. То есть это не родословие Каина, отверженных нечестивых, которое дано в 4 главе. А здесь это другие, это те, которые ожидали, ожидали утешения, ожидали искупления. В 18 стихе написано. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Вот эта фраза, посмотрите, здесь встречается два раза. В 22 стихе «И ходил Енох пред Богом, по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей». И вновь в 24 стихе «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Имя Енох или же Ханок, не знаю, правильно ли я произношу на оригинале, на древнееврейском, означает «посвященный». «Посвященный». И посвященный, разумеется, кому? Посвященный Господу. Очевидно, что он соответствовал этому имени. О Енохе еще говорит «послание Иуды». Откроем сейчас вместе «послание Иуды». Краткое послание, в нем всего лишь одна глава. Он упоминается здесь в 14 стихе. 14 стих «послание Иуды». О них пророчествовал Иенок, седьмой от Адама, говоря, «Се, или вот, идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Далее, 15 стих «сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Здесь говорится о Енохе, об этом посвященном. О нем написано здесь, что он седьмой от Адама. И так оно и есть. Если вы посчитаете Адам, Сив, потом следующий Кайнан и так далее, Енос, а, вернее, Енос, потом Кайнан и прочих, то Енох появляется седьмым от Адама. И здесь есть определенная также значимость того, что он является седьмым. Я хочу, чтобы мы как бы накапливали, складывали вот эти интересные факты о Енохе. И потом мы сведем их воедино. Итак, здесь написано, что Енох пророчествовал, что он, очевидно, был пророком, а не их пророчествовал. О ком? Здесь речь идет о нечестивых, о тех, которые в 4 стихе характеризуются, как люди издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Речь идет о нечестивых, в особенности о нечестивых отверженных, которые обращают или же используют, употребляют благодать, которая явилась в лице Иисуса Христа, как здесь написано, в повод к распутству. То есть, которые, другими словами, их называют часто беззаконники, растленные, которые используют благодать для прикрытия греха. Это древняя проблема, да? Древнее нечестие такое, ибо в кролице некоторые люди издревле предназначенные. И здесь о них пророчествовало, еще здесь написано, Енар. Он пророчествует, он седьмой от Адама, и он говорит, вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми, и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Вот эта цитата, она здесь дается, видите, кавычка, то, что он здесь говорит, то есть прямая речь передается, что Енар якобы пророчествовал, это не описано, строго говоря, в нашей Библии, и этого нет в Писании. Здесь есть указание на некую книгу апокрифическую, которая не вошла в канон Святого Писания. Иногда люди толкуют, а то правда это или нет, то, на что ссылается Иуда. Мы знаем, что все святые Божьи человеки были вводимы Духом Святым, и ни одно из пророчеств не пришло по воле человеческой. Если это написано, значит так оно и есть. Это не удостоверяет сам тот источник, но очевидно, что вот это пророчество или же свидетельство о Енахе, оно верно. То есть он действительно пророчествовал. И это немножко раскрывает нам вот это таинственное, если мы сейчас вернемся в книгу Бытия, вот это жизнеописание, которое очень кратко, и которое говорит, что «Ходил пред Богом и не стал его, потому что Бог взял его». Я думаю, все читающие Библию задумываются, отчего так произошло. И что такое было в Енахе, что он ходил пред Богом и не стал его, потому что Бог взял его. И какая была нужда в этом. Как-то читал его одного богослова, заветного богослова, который написал несколько томов развития заветной истории. И вот он говорит, что Енах, очевидно, подвергался большому давлению и угрозам жизни и гонениям от нечестивого поколения. Потому что если вы читаете вот в контексте, вот пятая глава, она идет после четвертой, четвертая, после третьей, происходит грехопадение, и наступает период усиления нечестия. Шестая глава начинается с того, что когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, и так далее происходит то, что вот сыны Божии увидели дочерей человеческих. Происходит нечестие, что брали себе в жены, какую кто избрал. И здесь написано, и сказал Господь не вечно, духу моего будет пренебрегаем человеку, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Он ставит предел, если мы им первое поколение, они жили очень долго, почти что тысячи лет не дотягивалось, но они жили очень много, рождали сынов и дочерей, мы видим в это описание. То здесь он ставит им предел, ограничение. И пятым стихом в шестой главе написано, и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Далее мы видим, что он находит только одного правильного в это время на земле, это Ноя. Ноя, который является также потомком Енака, потому что он рождается, он является как правнуком, да, то есть у Енака рождается потом Мафусал, Мафусал рождает Ламиха, и Ламих рождает Ноя. Ноя, который является утешением, он приходит в тот момент, когда усиление нечестия, всего злого распутства достигает апогея, когда Господь говорит, уничтожи я всю плоть на земле, и он оставляет только Ноя, его дом, он оставляет животных, он дает ему указание построить ковчег, и тот строит ковчег. Прежде чем был какой-то дождь на земле, поверьте, мы это дальше прочитаем, сейчас нас интересует Енак. Вот, и вот этот богослов говорит о том, что Енак испытывал прямую опасность, и Господь не просто взял его, он взял его, он восхитил его в тот момент, когда нечестивые бы поглотили его, потому что, очевидно, они расплодились и размножились, праведников было мало, и нечестивые на земле умножаются, и нет никого, кто защищал бы правду. А поскольку о Енаке написано в книге Иуды, что он пророчествовал, что он говорил, что грядет Господь, и что он будет судить всех нечестивых за все их слова, он навлек на себя гнев вот этих нечестивых, он навлек на себя вот эту реакцию, сотворить суд на всеми и обличить между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это не очень приятный вердикт, и он навлек на себя гнев нечестивых. Что мы еще можем увидеть о Енаке предпримечательного? Самое примечательное, пожалуй, это то, что он ходил перед Богом. И вот здесь я хотел бы несколько остановиться. Что значит «ходил Енак пред Богом»? Интересно, что вот это выражение «ходил» или же «обращался», или же «поступал», это выражение часто употребляется как в Писании Ветхого Завета, так и в Писаниях Нового Завета. Слова используются несколько разные, но суть одна и концепция одна. Речь идет о неком хождении перед Богом. С одной стороны, мы все перед Богом как облупленные. Иногда люди даже напоминают друг другу, когда пытаются призвать человека к совестливым поступкам, или же даже своего рода произносят такое предупреждение. «Смотри, мы все под Богом ходим». Это люди говорят иногда далекие от христианской веры, тем не менее признающие, что это не так трудно понять. Если Бог есть, если Бог, который создал все, насадивший ухо, не услышит ли, создавший глаз, не увидит ли, если Бог является творцом всего, конечно же, Он знает все, что происходит. Он не может быть невежественным, Он не может быть глупее человека, которого Он создал. И если Он знает, что в человеке, если Он знает, что происходит, из этого также логически исходит то, что когда-то Бог спросит всех за все то, что происходит. То есть будет суд. Это не так трудно допустить. Вот это концепция хождения. И ходил Ена перед Богом. Далее в книге «Жибытия» Господь Иегов будет обращаться к Аврааму. «Ходи предо мной и будь непорочен». Мы цитировали и пели Псалом 118. «Блаженные непорочные пути, ходящие в законе Господнем». Что значит «ходить», опять же, в законе Господнем? Это означает по совокупности Писаний сознательное удерживание образа Божия в своем уме, так, что когда мы делаем ли что-то, едите вы ли, пьете да, делаете что иное, делаете все во слава. Когда вы осознаете, что очи Господа на всяком месте, наблюдая добрых и злых. И что даже когда вас никто не видит, и когда мы в тиши, мы тем не менее знаем, что есть невидимые. Давид Духом Христом пророчествует Всегда видел я перед собой Бога Всегда видел я Мы говорили, когда рассуждали о Псалме 15 Как такое могло быть и в жизни Давида, и в жизни Христа И тот и другой ходили видением А вернее, верою невидением Как можно видеть невидимого? Когда Давид говорит, всегда видел я перед собой Господа Это означает, что он сознательно удерживает истину пред собой Что Бог на всяком месте Посмотрите, обращение Якова Это очень интересный персонаж Яков Который в молодости проявлял жиликоватость Обманывал, он пытался выйти вперед Он схватил запятую старшего брата своего Исава Который потом обманул его И должен был потом пройти долгую школу пред Господа Для того, чтобы Бог показал ему Что как он поступает, так и с ним И когда он обманул, и его обманут для того, чтобы сокрушить его Чтобы он надеялся уже не на свои ухищрения Но только лишь на Бога Так вот, у Якова происходит на пути в Месопотамию Когда он отправляется для того, чтобы взять себе жену из дома Авраама У него происходит на пути Помните, он засыпает на одном месте И кладет в изголовье камень Когда он пошел в Харан Написано здесь, пришел на одно место Это 28 глава книги Бытия И вот он спит и видит сон Странное видение Лестница стоит на земле Вверх ее касается неба И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней И Господь стоит на ней и говорит Я Господь, Бог Авраама Отца Твоего, Бог Исаака Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему И он дает это пророчество Это пророчество, которое в конечном итоге осуществляется в Иисусе Христе Потому что речь идет не о куске земли Земля является лишь образом Образом присутствия Бога с человеками И вот это потомство, которое будет как песок земной Конечно же, это духовное потомство Семя Авраама Не плотские дети, да, признаются за семя Дети обетования Так вот, Иаков дается все это пророчество И когда он пробуждается Здесь написано в 16 стихе Иаков пробудился от Снасового и сказал Истинно Господь присутствует на месте этого А я не знал И убоялся и сказал Как страшно это место Это не что иное, как дом Божий Это врата небесные То есть, поскольку ему было дано вот это видение И это первый раз, это первое описание Когда Бог является патриарху Иакова Из этого можно законному заключить Что этот момент мы можем считать Моментом обращения Иакова Несмотря на то, что он вырос в заветном доме Несмотря на то, что он был тем Из сыновей Исаака, которого предпочел Бог Которого возлюбил Бог О котором было сказано Что больше будет в порабощении у меньшего То есть, что меньшего А Иаков был меньшим Что Бог предпочитает его Но до той поры Он как бы жил и не знал Он жил до той поры И не знал о присутствии Божьем Но теперь он как бы осознает Что Бог присутствует на месте этом И на всяком месте Потому что нет на самом деле того места Соломон говорит при посвящении храма Он говорит, неужели этот храм Который я построил Может вместить себя И что мы Все святые признавали это Что если Бог есть Он есть на всяком месте Он вездесущий Но вот это сознание Оно приходит при обращении В особенности, когда человек начинает Это практически осознавать Что Бог повсюду И если этот человек осознает Он К нему приходит также Слово Божие Ходи предо мной Вот это повеление Ходить Перед Богом Это означает Живи так Чтобы ты всегда видел Пред собой Бога Помнил о Нем И поступал так И поступал так Как если бы Ты находишься в Эдемском саду И Бог никогда не удалялся И ты находишься с Ним В общении То есть Другими словами Ходить с Богом Это означает Помнить о Нем Постоянно Непрестанно вспоминать о Нем Чтобы мысли обращались к Нему И поступать так Как если бы Бог был рядом Вот это Вот что значит Ходить Перед Богом Или же ходить с Ним Я подкрепляю те слова Которые я сказал Некоторыми Ссылками Из Нового Завета Которые говорят о том же Ну например Знаменитое место В послании Галатам Откроем сейчас Пятую главу Послание Галатам Он здесь Шестнадцатым стихом Говорит Я говорю Поступайте по духу И вы не будете Исполнять Вожделение Плоти Поступайте по духу Видите опять же Концепция Ходить Поступать Это суть Одно Двадцать пятый стих Этой же главы В конце говорит Если мы живем Духом То по духу И поступать Должны Если мы живем Духом То по духу И поступать Должны Сейчас мы возвращаемся К Личности Йенака Мы можем Опять же Соконным образом Вывести Из вот этих писаний То что Йенак Должен был быть Возрожденным Человеком Почему? Да потому что Мертвые По грехам И преступлениям Душевные люди Не возрожденные Духом Святым Не могут Ходить перед Богом Или же поступать По духу Ходить перед Богом И поступать По духу Суть Одной и то же Покажу вам сейчас Еще одно место Которое не так очевидно В синодальном переводе Но я скажу вам Как оно есть На оригинале Вы можете проверить Мои слова В греческом Подстрочнике Посмотрите Вторая глава Кефесянам То что я сейчас Сослал сюда Мертвых По грехам Преступлениям То есть человек В естественном Состоянии Он является Мертвым К Богу Живым К греху Здесь написано И вас Мертвых По преступлениям И грехам Вашим В которых Вы Некогда Жили Заметьте Вот это слово Которое Перейдено У нас Жили На самом деле На греческом Оригинале В которых Вы Некогда Обращались Или ходили Греческое слово Подразумевает Ходить Или же Даже Ходить Кругами Или же Обращаться От этого Так же Вот это слово Обращаться Чтобы Обращение Ваше Или как Обращаться То есть Ходить так Как будто бы Описывать Своего рода Круги Это Это как бы Описание Вообще Жизни Жизни Как хождение Человек ходит Туда-сюда Человек Не может Оставаться на месте Он всегда Куда-то идет Где-то он Остановится Потом возвращается Или идет Другое место И вот это Все хождение Он говорит Вы Здесь написано Что вы Некогда Были мертвы По грехам Преступления И вы Ходили Поступали По обычаю мира сего По обычаю Человеческого В другом месте Написано По По Воле По Князя Действующего Воздухи Духа Действующего Ныне В сынах Противления Между Которыми Мы Все Жили Некогда По Нашим Плацким Похотям исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Итак, Павел здесь говорит в абсолютном смысле, что прочие люди, и вы некогда, вы были такими, сейчас вы не такие, но и прочие люди по природе своей являются мертвыми, они являются мертвыми в определенном смысле, то есть мертвые по отношению к Богу, но весьма живые в исполнении своих желаний. Своих помыслов, своей похоти. Люди активно преследуют свои цели, активно стремятся исполнять свои планы, и в этом смысле люди весьма-весьма живчики, но они мертвые по отношению к Богу, мертвые к праведности, и не могут осознавать, что Бог на самом деле ищущим его воздает, и что он воздаст каждому по делам его, и что он судит каждого человека. И когда приходит Дух Божий, человек начинает осознавать, что Бог есть, что без веры угодить ему невозможно, ибо приходящий к нему должен веровать, что он есть и что ищет, чем его воздает, и что очи его на всяком месте, он начинает осознавать, он начинает жить Духом. Из этого мы делаем вывод, что Енох был возрожденным, потому что он ходил перед Богом. Невозможно ходить перед Богом, будучи мертвым, по грехам и преступлению. Понятно, да? Я хочу, чтобы вы понимали. Некоторые люди, диспенсионалисты, они говорят, а ветхозаветные святые не имели возрождения, возрождение, рождение свыше, это феномен лишь Нового Завета. В Ветхом Завете люди как-то веровали, не имея Духа Святого, если Дух Святой как-то помогал, но все это было как-то так вот внешне. Внутри люди не имели обращения, не имели возрождения. Это, разумеется, не так. Енох жив был. И послание Галатам это подтверждает. Помните, 24 стих. Еще раз вернемся сюда. Здесь покажем сейчас различия между, например, Енохом и Лотом. Вот два ветхозаветных персонажа. Посмотрите, 25 стих, 5 главы Галатам написано. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Посмотрите, поразмыслите над этим. Если мы живем Духом. Апостол Павел говорит и в послании к Римлянам, что мы живы благодаря Духу Божьему. Если Дух Божий в вас есть, то и вы живы, или же будете живы. И мы не поступаем по плоти, но по Духу, потому что Дух есть. Однако, однако, вот это поступать, или же ходить по Духу, или же ходить с Богом, это не является автоматической вещью. Возрожденные люди, которые живы Духом, и праведники, я сейчас упомянул Лота. Петр Апостол говорит о Лоте, что это был праведник. В книге Бытия мы не видим это так очевидно, кроме того, что он принимает ангелов, которые идут для уничтожения Содома и Гаморы. И то, что душа его терзалась, говорит Петр. Но, впрочем, это раскрывается больше во втором послании Петра. Почему я здесь упоминаю Лота? Лот, когда у них происходит разделение с Авраамом, он выбирает землю Содома и Гаморы, потому что эта земля привлекательна. И он живет, ставит свой шатер вблизи нечестивых. И ему само потом становится плохо, потому что он фактически, он один, мы помним потом разговор Авраама с Богом, нет больше там ни десяти праведников, ни пятидесяти он начинает, ни сорока, ни тридцати. Там нету больше праведников, кроме самого Лота. И он ради него сохраняет его дом, он сохраняет его дочерей. Мы знаем, что потом происходит. Это достаточно уродливая история в конце его жизни. Но, тем не менее, поскольку Писание говорит о том, что Лот праведник, а нет праведного ни одного, если не имеет человек праведности Христа, что Лот был среди оправданных, среди возрожденных. Однако, он не всегда поступал по Духу. Он был жив Духом, но нельзя сказать, что все поступки его, или же большая часть поступков, были согласны Духу. Не во всем он поступал по Духу. В то время как, если мы читаем о Енохе, хотя Писание суперкраткое, дважды в описании его жизни написано, что он ходил перед Богом. Из чего мы можем сделать вывод, что Енох, в отличие от Лота, не только жил Духом, то есть был животворенный, возрожденный, но он и старался поступать по Духу. То есть, согласно тому, как говорит Бог в Откровении, помня о том, что Бог всегда есть, и Он рядом, и что мы никуда не можем скрыться от Него, что очи его на всяком месте. Сейчас я скажу одну практическую вещь, потом мы вернемся к его еще раз, к Еноху, и как Енох на самом деле является образом самого Иисуса Христа. Если вы спросите, что значит жить по Духу, поступать по Духу, каким образом, или как ходить перед Богом. И, исходя из того, что говорит Писание, и крошечного опыта, который может быть у меня, мы знаем, что когда мы удерживаем образ Божий, когда мы следуем словам апостола, молиться непрестанно, вот, кстати, каким образом можно молиться непрестанно? Мы же не можем постоянно произносить какие-то формулы. Некоторые думают, что если произносить постоянно «Господи, помилуй, Господи, помилуй», или же постоянно читать «Отче наш» без остановок, без остановок, все время, пока ты бодрствуешь, это может вначале несколько помогать, но вот это удерживание образа Бога пред Собое и поддержание общения происходит через размышления или, если хотите, медитацию над Словом Божиим. То есть, это в первую очередь, когда мы размышляем над какими-то истинными или словами Божьими. Почему написано, что «не хлебом единым жив человек, но всяким словом Иисус Господний». Это, в конце концов, причина, почему нам желательно, полезно, читать слова хотя бы немного каждый день. Потому что апостол Павел говорит, «Не сообразуйтесь с веком всем, 12 глава послания Кремина, да? Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением у Бог ваших». Не раз люди указывали на то, что вот это преобразование, изменение положительное, оно происходит не иначе, как через обновление ума. А ум обновляется, когда мы даем этому уму определенные пищи. И вот это очень важно, что мы вкладываем в ум, что мы в него вкладываем. Кормимся ли мы, запитываемся ли мы лишь от каких-то сомнительных материалов, истории, роликов, видео, то, что мы видим, то, что мы поем, все это важно, потому что это то, что является питанием нашим. И то, что мы представляем своему уму как объект размышления, как объект медитации, потому что мы склонны размышлять над тем, что мы слышим, над тем, что мы видим, то, что мы созерцаем мысленно. Является ли это достославным, является ли это благочестивым, является ли это И нет здесь лучшего рецепта, кроме того, чтобы постоянно представлять себе какую-то пищу, стих, Слово Божие, какое-то истинное Слово, над которым мы можем размышлять. Первая церковь, в которой пела псалмы, только имела обычаи пропевать псалмы. Иногда пропевали даже полностью весь псалтыр. Псалтыр, кстати, сегодня некоторые исторические церкви используют в качестве основной книги для молитвы. Молятся люди псалмами. Мы, конечно, не должны молиться только лишь словами записанных в Писании, потому что нам нужно открывать свои прошения. Молитва, будучи разговором с Богом, мы открываем свои сердца, мы говорим, что у нас есть. Соответственно, мы не можем не использовать своих слов. Но есть большая польза в том, чтобы использовать, например, псалмы для того, чтобы молиться ими, или же речитативом петь их, или пропевать их внутри себя, для того, чтобы размышлять об этих вещах. Потому что, когда мы это делаем, мы удерживаем, мы удерживаем самый образ Божий. И мы при этом думаем о том, как нам ходить перед таким Богом. Мы поддерживаем общение с Ним. Вот происходит вот этот вот таинственный контакт, который можно назвать хождение перед Богом, или же поступать по духу. Здесь, в пятой главе Галатам, если прочитать контекст, здесь речь идет о великой борьбе, борьбе, противлении плоти и духу. Этот конфликт присутствует у всех живых, то есть оживотворенных, то есть возрожденных. У мертвых по грехам и преступлениям нет этого конфликта. Иногда верующие представляют собой более жалкое зрелище, чем неверующие. В том плане, что верующие сетуют, верующие чувствуют в себе конфликт. Они чувствуют свою нищету, они чувствуют свою немощь, они скорбят, они плачут и внутри, и снаружи иногда, и сокрушаются, потому что, в отличие от мертвых по грехам и преступлениям, они знают о своем грехе, они знают о своей немощи, они знают о том, что плоть их злая, и что она ищет своего. И то, что описывает апостол Павел 7 главе Галатам, то, что хочу, того не делаю, а то, чего не хочу, то делаю. И бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. На самом деле, вот этот конфликт, он происходит. Именно по этой причине Павел здесь говорит, что если мы живем духом, то мы по духу должны поступать. И он говорит, что если вы поступаете по духу, когда мы входим сознательно в этот определенный образ мысли, когда мы запитываемся, представляем как объект размышления, нечто достославное, нечто достойное того, о чем размышлять, то тогда мы меньше подвержены тому, чтобы исполнять вожделение плоти. Когда мы отворачиваемся от этого, отворачиваем ухо свое от того, чтобы слышать закона, написано даже молитва, такого становится мерзостью, потому что мы начинаем поступать по обычаю человеческому, мы начинаем искать нечестивых целей, мы начинаем исполнять не то, не волю Божию. Но мы же просим о чем? Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Поплатим этого не хотим. Мы никаким образом этого не хотим. Только по духу это возможно. Так вот, надеюсь, я раскрыл несколько, что означает вот это вот хождение, что означает, что Еноха ходил перед Богом. Очевидно, он ходил перед Богом. Но смотрите, сколько дней было жизни Еноха? Ну, посмотрим пятую главу книги Бытия. Здесь написано, всех же дней Еноха было 365 лет. Интересное число, да? 365. Что у нас? Это год, да? Но здесь значимость вот этого. Не то, что вот 365 лет соотносится точно с годом. Скорее здесь значимость другая. Если вы 365 умножите на 2, если 365 умножить на 2, получается сколько? 730, да? А, 730. Или 73. 365, если соотнести с годом. Сейчас кажется, что ты тут занимаешься какой-то странный с числами. Я не занимаюсь обычно такими делами. Есть люди, которые увлекаются библейской нумерологией. Вот. Но мы знаем, что все, что дано, дано с определенным смыслом. Надеюсь, вы поймете мою арифметику, почему. В Салме 89 написано. Дни жизни нашей человеческой 70 лет. При большей крепости, 80 лет, да? И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Дни лет наших. Смотрите, дней лет наших. Интересно, что вот это еврейское выражение, которое отражено так же. То есть, дни жизни, дней лет. Здесь написано 365. Опять же, если мы складываем, мы получаем 730, то есть 73. 73 года это будет примерно, приблизительно, средняя продолжительность жизни человека. Вот здесь написано, что 70 лет, при большей крепости 80 лет. Так примерно живут люди. Некоторые люди доживают больше, некоторые доживают до 120 лет. И сегодня это так, но по большей части, в среднем, 70-80 лет. И вот здесь мы видим цифру, которая где-то между. Посмотрите, Енар был восхищен, Бог взял его. Все дни жизни было 365 лет, и Бог взял его. В половине дней своих, как бы, в половине дней он был восхищен. Видите, да, логику. В 12 главе книги Откровения написано о Христе. Книга Откровения является книгой образов, очень символической. Здесь говорится о жене, вначале, которая имела родить, она имела в очреве, кричала от мук рождения. И вот эта жена, эта женщина, суть Ветхозаветной Церкви. Потому что через нее, через ее роды должно было прийти то самое дитя, должно было явиться семя жены. И вот смотрите, 5 стих здесь говорит. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным. Жезлом железным поразиши ты. Это кто? Мессия, который восядет одеснуя, да, сидя одеснуя меня. Например, Христос, этот младенец есть Христос. И смотрите, но здесь написано о нем как младенец, дитя. И написано в конце, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Интересно, что в этом видении Иоанна ничего не говорится о том, что сделал Христос. Здесь говорится, родился младенец и восхищено было дитя. Но все, что написано, написано не зря. Здесь подчеркивается вот то, что оно было восхищено. И по совокупности других мест Писания соображает духовность с духовным. Мы видим также определенное сходство с прообразами. Поскольку все святые Ветхого Завета так или иначе указывают на истинного правильника. Истинного исполнителя, который истинно ходил. Мы пели в 118-й Псалон, блаженный и непорочный пути, ходящий в законе Господнем. Кто тот единственный муж, который истинно непорочен и ходил в законе Господнем во всем. Который не согрешил ни в чем и исполнил всю правоту закона. Имя Ему Иисус Христос. Единственное, Он правильный. Сколько прожил Иисус Христос на земле? Приблизительно 33 года. Половина дней жизни. В половине дней своих. Дней жизни. Видите, Ена является прообразом Христа. Енах, я говорил, значение имени Енах на иврите, посвященный, как Назарей, Иисус Христос Назарей. Енах был посвященный, он ходил перед Богом и не стал его. Также Христос, посвященный, истинно посвященный Богу, ходил с Богом и всегда видел перед собой Бога и восхищено дитя. И он был после того, как он совершил свое течение. О том, что он совершил, мы читаем это в остальных писаниях. Итак, Енах представляет для нас, и как дается в описании в послании к евреям, является также образом, и не туристовым, весьма ярким образом Иисуса Христа, праведника. Еще раз прочитаем, что здесь написано в 11 главе. Верой Енах переселен был, 5 стих 11 главы. Верой Енах переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселение свое получило свидетельство, что угодил Богу. Верой Енах переселен был так, что не видел смерти. Вера описывается выше, как осуществление ожидаемого, или же сущность ожидаемого, и уверенность, или же свидетельство невидимого. Вера Енаха предвосхищала то, что надлежало быть. Верою он жил, верою он пророчествовал, верою он ожидал наступления царства лучшего. Верою он не побоялся, живя посреди нечестивых, свидетельствовать и не бояться. Вот еще практический вывод. Если мы ходим с Богом, если мы ходим перед Богом, то наша жизнь будет находиться в конфликте с нечестивыми. Как говорится, да, если о вас хорошо говорят все люди, Христос говорит, горе вам, когда все люди говорят о вас хорошо. Иногда у христиан или тех, кто называется христианами, ложное представление, что если твое служение истинно, если ты истинно от Бога, поставлен Богом, то ты должен всем нравиться, даже среди так называемой христианской церкви, взятой в широком смысле этого слова, что все должны быть тобой довольны, все должны говорить о тебе хорошо. Если ты испытываешь противление определенное, если люди тобой недовольны, скрижащие зубами, значит тебе проблема. Может быть в тебе проблема, может быть мы где-то поступаем по плоти, здесь нужно развлечение. Но даже если мы ходим перед Богом, как ходил Енак, если мы поступаем по духу, то это далеко не означает, что мы будем популярны у всех. Пророка вгнали, Енака чуть не убили, он был взят Богом от среды нечестивых и распяли самого Господа Христа. То есть вот это представление о том, что если ты угоден Богу, что все вокруг будет хорошо и что будет все как по маслу, это не библейское представление. Будет оппозиция, но ходящий он не боится этой оппозиции, потому что он видит того, кто сильнее этой оппозиции, сильнее того, кто в мире, сильнее дьявола, сильнее бесов его, сильнее полчищ человеческих. Это Бог. И вот он в веру переселен был так, что не видел смерти. В определенном смысле все верующие, вот смотрите, слушайте внимательно, в веру мы все переселяемся так, что не видим смерти. Не физически. Физическую смерть большинство из нас, доколе не придет Господь, мы увидим смерть велическую, но мы не увидим смерть в плане осуждения. Через веру мы уже перешли от смерти в жизнь. Потому что вера в верность Божия и вера Иисуса Христа приобрела для нас жизнь. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, и поэтому не увидит смерти второй, то есть смерти как осуждение за грех. Увидит физическую смерть, но не увидит смерти вечной. И через веру, как Енартис, окончание пятого стиха, через веру мы получаем свидетельство, что мы угодили Богу. Вера является свидетельством праведности, вера является свидетельством того, что мы угодны Богу. Подумайте, какое это великое свидетельство. Вера – сверхъестественное явление. Никто не может уверовать на собственном бензине. Никто не может уверовать сам по себе, по решению так называемой свободной воли. Вера – это сверхъестественное творение, новое, которое производит Бог Духом Святым, когда вынимает каменное сердце, дает сердце плотяное. Когда возрождает человек от Духа, и человек начинает веровать. Вера – свидетельство того, что мы угодны Богу. Заключение. Шестой стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». В прошлый раз мы подробно рассматривали. Воздаяние – это Сам Христос. Во всем посланиях евреев, вот это наследие, вот этот град, который ищут, они ищут города, они ищут города небесного, которого является архитектором, зодчим, исполнителем, строителем сам Бог. Они ищут небесного, вот этого Отечества. Вот это небесное Отечество, это Иерусалим, сходящий свыше, это присутствие самого Бога. Фактически наградой святых является Сам Христос. Нету больше награды, чем Сам Бог во плоти. Это является надеждой святых. Это является воздаянием. Мы ищем, ищите и обрящите, ищите и найдете, и получите. И мы получаем вот это воздаяние самого Христа. Он является наградой. Вера, которая от Него производит вот это. Это вот та награда, на которую мы должны уповать, когда мы ходим перед Ним. Что подлинное есть плод, правильный. Нечестивые могут это имитировать. Плевелы могут быть подобными до определенного времени. Но в какой-то момент они перестают это делать. Вот когда мы говорим о плевелах, о пшенице, в церкви, в царстве, когда мы говорим о избранных и отверженных, до поры до времени они могут проявлять черты схожие. Пшеница и плевела, до тех пор, пока не наступает вот это созревание, они выглядят одинаково практически. Трудно отличить, где плевела, где пшеница. Так же и с людьми. Люди могут имитировать посвящение Богу. Христианские исповедания сымитировать не трудно. Если ты словами произнесешь какое-то исповедание, попугая можно научить, он скажет то же самое. И он будет это произносить. Но жизнь и постепенно, и дни жизни, они все равно раскроют в конце концов, кто есть кто. Потому что не имеющий вот этого свидетельства, не имеющий свидетельства праведности, не имеющий истинной веры, он не верит внутри себя, что ищущим его воздают. Он не верит вот в эту награду, и поэтому в какой-то момент времени он сойдет с пути, потому что скажет, Бог не делает ничего, ни хорошего, ни доброго, нет смысла искать его. Но к верующим обращаем призыв. Ищите его всегда, ходите перед ним, ходите предо мной, и будет награда. И хочу, чтобы у нас так же был вот этот тот же образ жизни, как Христос. Мы радуемся, если видим Христа в Писании, чтобы для нас было так же утешение, чтобы мы так же желали ходить перед Богом, как Елок, как другие святые, и как Христос. Аминь.